Ефси Ильич, слышите нас? Слышу, слышу. Это кто? Все свои. Из Кремля с вами. Ваши друзья из Кремля. Гарресо, гарресо. У нас вот гости здесь. Во-первых, первая женщина-космонавт в Белоруссии, президент Белоруссии. И сегодня праздник, 12 апреля, День космонавтики. Мы вас все вместе поздравляем и с юбилеем, с золотой свадьбой. И вас, и Зою Игрумовну, всю вашу семью большую. Желаем вам всего самого доброго, успехов. И надеемся, что мы с вами еще увидимся. Я знаю, что один из ваших углубков хочет посмотреть на старт космического корабля. Вот здесь у вас космонавт. Ребята, подойдите к нам, пожалуйста. Сейчас я передам слово Александру Григорьевичу Лукашенко, а потом космонавтам нашим. И обязательно организуем, чтобы ваш углубок смотрел старт корабля. Я передаю слово Александру Григорьевичу Лукашенко. Я также присоединяюсь к поздравлениям президента России. Поздравляю вас, золотая свадьба. Редко бывает такое. В этих 10 лет хороший случай. Мне Владимир Владимирович в деталях рассказал о вашей встрече на ВДНХ. Но редко такое бывает, что президент России, целый России поздравил вас с этим великим днем. И так совпало, что ваше пожелание заключается в том, чтобы увидеть красивее... Большое явление в жизни старт космического корабля, вот как раз к случаю, наши космонавты вернулись, россияне и белорусы, домой, присутствуют здесь, в Кремле. Они вас, наверное, на какой-то старт прогласят для того, чтобы ваши детишки и вы... Если захотите, посмотрели, это величественное событие, старт корабля. В общем, я благодарю Владимиру Владимировичу Путина за приглашение к этому разговору. Для меня очень символично, очень важно поговорить с людьми, которые находятся далеко-далеко в Арктике и занимаются этим добрым и светлым делом, разводят оленей. Счастья вам! И дай Бог, чтобы у вас было здоровье, у вас, ваших детей, чтобы вы жили, особенно ваши детишки и внуки не чувствовали проблем и обязательно были оленеводами. Это редкая профессия, нам это не нужна профессия. Спасибо вам большое, успехов и счастья вам!